Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может объединить каждого. Ни один блогер, ни один аналитик, ни один канал толком так и не смог вменяемо, внятно предположить или выдвинуть хоть одну реалистичную версию, что это был за мятеж, какие были цели, какой был задум. Нет, ну понятно, что в России слово задум состоит из двух слов зад и ум, и они постоянно находятся в конфликте, как их ни слепи в одно слово, они все равно несовместимы, но давайте поговорим о том, что точно было и чего точно не было. То, что мятеж был и он был настоящий, это была не игра, понятно, потому что вертолеты, самолеты сбивали реально, реально погибли летчики, огонь был реальный, причем ввели его и с одной и с другой стороны, и то, что жертв удалось избежать, это скорее нелепая случайность, чем реальный план. Что мы знаем абсолютно точно, что Пригожин сидел в Ростове, он не пошел на Москву, то есть не предполагалось, что Пригожин во главе мятежников вместо Путина занимает Кремль, ну начинает с Министерства обороны, которая падает без сопротивления или с легким сопротивлением нежно отдается своему взятелю, а потом вместо Путина в Кремле находится Пригожин или кто-то другой. Ну согласитесь, что если в Кремле находятся делегированные представители, какие-то бандиты, уголовники, представители Пригожина, ребят, это не канает. То есть на трон вы не можете посадить своего представителя, вот делегировать полномочия кому-то, переспать с царицей. Ну вы не царь тогда, то есть вы должны сами сесть на трон, вот горностаевая шуба, держава, скипетр и кремлевские звезды вот меркнут перед вашим величием. Если ты в Ростове, а твои бандюки в Кремле, это не значит, что ты глава всея России. То есть это понятно, что сидя в Ростове, брать Кремль как-то ну совершенно бессмысленно, тем более, что это раньше, при Владимире Ленине, там надо было захватить Зимний дворец, там телеграф, вокзал, а сегодня есть такая, знаете, штуковина как интернет. И поэтому у Путина такое количество резиденций, что собственно говоря Кремль-то, ну это штука символическая, но на процесс работы государства вообще не влияющая. С чем более-менее понятно, это с Лукашенко, почему, вот почему, вот с этим понятно, только с этим понятно, почему переговоры, вол, Лукашенко. Любой другой вообще, ну человек, ведущий переговоры с Пригожиным, это автоматически альтернатива Путину, причем уже реально здесь и сейчас. Поручил он Патрушеву, Шейгу, не, ну Шейгу бы конечно не стал вести переговоры, Пригожин, то есть грубо говоря, если бы Путин, вот мы сейчас приходим к тому, ну а в чем был задум, поручил бы кому-то вести эти переговоры, он бы автоматически назначил преемником того человека, кто, если бы он был гражданином России, если бы он был из окружения Путина, вот он преемник, вот он тот, кто сменит на троне Путина. И только Лукашенко был фигурой, достаточной по масштабу, с которым Пригожин мог бы вести переговоры, при этом Лукашенко не является потенциальным преемником Путина. Нет, это Путин, о чем мы позже поговорим, хочет сожрать Лукашенко давно, он вожделеет его политического тела безраздельно, но по-моему как-то и безответно. Лукашенко артачится, он так и не хочет отдаться, наконец, Путину, как бы тот его не уговаривал, и вот здесь Лукашенко оказывается единственным человеком, который в воображении Пригожина достаточно велик на своем посту, чтобы Пригожин с ним вел переговоры, не опуская свой статус. Значит, надо предположить, а по-моему этого еще никто не предполагал, но так давайте мы с вами будем первыми. В чем прошла низклодуха переворота? Потому что Путин не стал поручать вести переговоры с Пригожину и уладить ситуацию по его мятежу тому, на кого надеялись. То есть, возможно, ради чего мятеж и затевался. То есть, мятеж затевался для того, чтобы таким образом, дав вот возможность Пригожина посадить на место, Путин бы явил россиянам спасителя, который заменил бы Путина. Потому что, ну, Путин, получается, не то чтобы не справился, но он делегировал, ну, очевидно, будущему лидеру. То есть, очевидно бы, это было вот такое маркерное обозначение фигуры, которая возошла на горизонте российской политики. Теперь, что касается Бацьки. Я уже не знаю, там, с каких мест готовится нападение, но у Бацьки все было хорошо по-домашнему. И так ему не хотелось уезжать, но теперь к нему приехали пригожинцы. И вот здесь довольно опытный политический игрок, конечно, если он сам не затевал эту игру, а я что-то думаю, что вряд ли он ее затевал, оказался в положении, когда его-то самолюбие потешено, но с десяток тысяч неотягощенных присягой и контрактом с российской армией головорезов на его территории, и мне не думается, что Бацька спал, видел и мечтал все эти годы о такой поганке. Ну вот честно. Поэтому мне кажется, что мятеж не удался в той части, что вот его завершение не произошло. То есть ради чего он был затеян, мы, может, узнаем только когда-нибудь. Сегодня нет, вот нет ни одной достойной версии, вот версии достойной внимания и доверия, потому что ни одна не выдерживает критики. Пожалуй, кроме той, которую вот я вам сейчас озвучил. Путин поджал хвост и побоялся таки назвать это имя, ради которого весь этот, собственно, спектакль, причем даже это не спектакль, это все реальное действие, это перформанс состоялся, но, наверное, они поставили для себя какие-то меньшие цели. Возможно, Путин, которому позарез нужна какая-то победа, и он в очередной раз побоялся дойти до конца и проявить решительность с завершением задума по этому настоящему, но запланированному мятежу, и обозначил для себя цель меньшего порядка. Тогда в этом появляется логика, потому что без логичного объяснения всего происходящего вот как-то лично мне неуютно, потому что весь треп, который я услышал по этому поводу, он ниже всякой критики. Любые объяснения, они не укладываются в рамки здравого смысла, а говорить о том, что в России здравый смысл отсутствует априори, конечно, можно, но все-таки, черт побери, мы с вами так устроены, что привыкли его таки всюду находить. А вас я попрошу не забыть подписаться на мой канал, поставить лайк, оставить комментарий и распространить в соцсетях, ну а победа, победа обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет. Спасибо. Спасибо.